МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В основной и дополнительной повестке заседания Думы выделим наиболее важные, но, наверное, по актуальности начнем. Хотя все вопросы важные, но то, что громко. Сегодня на заседании Городской Думы утвержден разработанный администрацией города комплексный план по гуманизации отношений к безнадзорным животным, которые обитают в нашей городе. Произошло это все после инициативы фракции «Единая Россия». И сегодня все депутаты, присутствующие на заседании, единогласно проголосовали за этот план. Да, так же, как и на комитете, депутаты также поддержали план по мерам, по регулированию численности безнадзорных животных в городе Рязани гуманными методами. Ну, скажем так, жизнь, она меняется, и тем не менее проблемы, которые были на протяжении многих, даже не скажу лет, а десятилетий. И, кстати говоря, сложная проблема, она во все времена была, коммунальная, касаемая именно безнадзорных животных, и укусы со стороны безнадзорных животных, которые действительно могли привести их к бешенству и так далее. Это очень серьезное заболевание. И нападение на детей и так далее, собак – это то, что, наверное, волнует граждане не только города Рязани, жителей, а, наверное, всей страны. И эти темы часто обсуждаются и на центральных каналах телевидения, и в радиопередачах. Конечно, к нам, как депутатам, обращаются жители по этой проблеме, потому что действительно иногда в отдельных уголках нашего города ходить небезопасно, и стаи собак могут появляться совершенно неожиданно, и никто к этому разворот событий не готов. Чтобы этого не было, нужна городу служба, которая эффективно бы работала, занималась этими вопросами. Эти вопросы поднимают также и общественные организации. На мой взгляд, они поднимают вопросы правильно. Единственное, что мы, в отличие от ряда общественных организаций, мы не узко рассматриваем проблему, ну, там не только проблему создания приютов, да, но и проблему рассматриваем мы широко, чтобы была возможность и создать нормативную базу под данные будущей программы, и сделать так, чтобы эти программы, они были разноплановыми, комплексами, и касалось это и информационной составляющей, и нормативно-правовой составляющей, и так далее, и так далее. Ну, действительно, план, который предложила администрация, он действительно комплексный, там целый комплекс мер, очень серьезный. Вы знаете, на мой взгляд, Евгений Владимирович, я бы сказал, что этот план пока концептуальный, он отражает действительно основные направления работы, и эти направления работы распространяются на два ближайших года, то есть 2016-2017 год, и это дает нам основания для того, чтобы в дальнейшем также заниматься вот этой работой. Фракция «Единая Россия» выступила с инициативой вот такого комплексного плана, и предложила администрации это сделать, администрация данное поручение выполнила, план действительно был одобрен единогласно, и по нему нужно работать. То, что касается цифр, средств, возможностей хозяйствования, то же самое мы говорим о предприятии «Лайка», что действительно те направления, которыми она занимается, они не единственные, и еще есть ряд направлений, которыми действительно надо серьезно заниматься, и подходы к своей деятельности надо пересматривать, и, конечно же, информационная составляющая в этом очень большая. И имидж «Лайки» он также должен улучшиться в этом плане, но потенциал у муниципального предприятия есть, мы это признаем, мы это утверждаем, и действительно на базе предприятий можно действительно вести очень серьезные направления по данной части. Направления цивилизованные, потому что гуманное отношение к животным – это тот, скажем так, такой общественно-культурный тренд, который вообще во всем мире нас сопровождает. То есть вопросы рассматриваются в комплексе, я не думаю, что, так сказать, в большинстве российских городов такие меры рассматриваются на столь серьезном, так сказать, уровне, и, так сказать, в изучении данного вопроса, как это делается у нас. Это правильно, это правильно, поэтому я думаю, что мы, так сказать, своей деятельностью можем и другим регионам предложить, мне кажется, впоследствии вот тот пример, который будет выработан на протяжении ближайших лет. Традиционно важный вопрос любого заседания Рязанской городской думы – это вопрос внесения изменений в бюджет города, бюджета на 2015 год. Сегодня он также рассматривался, изменения внесены. Да, бюджет, опять же, социально направленный, мы говорим каждый раз об этом, и бюджет предусматривает расходы за счет средств областного бюджета, дополнительные вливания в городской бюджет по программе развития дорожного хозяйства. Это очень здорово, это правильно, и наши жители, есть ряд потребностей, и основными задачами, в числе основных задач, они, так сказать, всегда называют это дорожное хозяйство, дорожное строительство, либо ремонт дорог, поэтому это прекрасно. То, что касается, как я уже сказал, самой социальной направленности, то ряд цифр касались приобретения оборудования для школ искусства номер 9. Это находится школа на территории военного городка в Дягилево. Клуб был восстановлен, восстановлен очень хорошо, и это направление работы музыкально-просветительское, оно фактически в этом районе нашего города, оно расширяется, и можно сказать, что действительно школа получила прекрасное здание, в котором можно, в общем-то, осуществлять и впоследствии, я думаю, услуги культурного, обслуживание культурного направления, население, которое проживает у нас в Дягилево. Поэтому, конечно, очень хорошее такое вот событие произошло в этом году. Также сейчас идет строительство и реконструкция двух садиков. Это Михайловское шоссе, один сад и второй сад на Первомайском проспекте. Те задачи, которые ставит губернатор Рязанской области, Олег Иванович Ковалев в этой части, они администрации четко выполняются, и необходимы дополнительные еще, так сказать, средства на приобретение оборудования и мебели и так далее. Сегодня эти средства были предусмотрены. Сегодня эти средства были предусмотрены, утверждены в нашем проекте изменения бюджета. Сегодня целый ряд изменений в генплан и в правила землепользования и застройки на Думе были приняты. В основном изменения носят, что называется, рабочий такой характер. Но хочу отдельно заострить на вопрос, ваше внимание на тех изменениях, которые были приняты в правила землепользования и застройки. Они касались, скажем так, прав инвалидов, учет прав инвалидов при строительстве и планировке жилых микрорайонов Рязани. Это очень важное на самом деле решение, потому что оно направлено на комфортные условия для наших инвалидов. Есть определенные требования на сегодняшний день, они прописаны в правила землепользования и застройки, когда при строительстве, при развитии территории, в части ее и бытового обслуживания, и обеспечения различными услугами, и жилая зона и так далее, они должны при проектировании, безусловно, отправлять свое внимание к данным нормам, которые сегодня были прописаны в правилах землепользования и застройки, и приняты в части обеспечения такой комфортной среды. То есть на сегодняшний день все проекты, которые будут касаться именно развития территории города и непосредственно строительства зданий различного направленности, именно должны учитывать те потребности маломобильных групп. И вот в этой части, я считаю, мы делаем очень важный шаг. Насколько сложно выполнять такие мероприятия в тех зданиях, в тех домах, сооружениях, которые много лет назад были сданы в эксплуатацию. На сегодняшний день это сделать очень тяжело. Это нужны дополнительные механизмы, это нужно предусматривать расширение определенных пространств и так далее, что невероятно сложно. То, что будет новое, то, что будет вводиться, это уже должно обязательно предусматривать. Спасибо, Андрей Анатольевич. Глава муниципального образования, город Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев о некоторых наиболее важных решениях, принятых на сегодняшнем заседании Рязанской городской думы. Это была программа подробностей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова